Обсудим заявление Лаврова и не только с политологом, профессором Свободного Университета Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время прийти в нашу студию. Удивило ли вас заявление Сергея Лаврова? Очередной скандал с его участием. Это что? Это все-таки тезисы российской пропаганды, которая играет на страхах, говоря о деноцификации, о том, что якобы в Украине нацисты. И вот теперь Лавров сравнивает русский народ, какие-то мифические страдания русского народа с Холокостом. Ну, во-первых, здравствуйте. Я очень рад, что вы до сих пор в Риге находитесь. Это создает ощущение небессмысленного существования. Спасибо. Все-таки справедливость торжествует. Раньше или позже, в полной или не в полной мере. Так вот, мне кажется, к высказаниям Лаврова уже давно пора перестать относиться серьезно. А вот все люди, которые приближены к Путину, они заражены вот этим влиянием путинской личности. Они под него подгребают. Если посмотреть на эволюцию Дмитрия Анатольевича Медведева, то прям хочется слезы горькие проливать. Лавров тоже был известный, уважаемый дипломат, когда он был независимым относительно, в рамках приличия человеком. А сейчас, поскольку главный мозг Российской Федерации съехал с катушек, то и все остальные прислуживающие мозги, они уже начали соревноваться с тем, кто в еще более хамской, в еще более отвратительной манере выскажется про этот самый несносный Запад. И здесь, конечно, Лаврову не сравнится ни с Кадыровым, ни с Пригожиным, потому что у него все-таки бэкграунд немножко другой. Ну и, соответственно, мало ли что он там говорит, мало ли что он сочиняет про многострадальный русский народ. Да в конце концов, что такое русский народ, как не в значительной степени государственная конструкция. Я русский, я люблю Россию, я персонально. Я вынужден жить вне пределов этого государства. Страна моя, а государства нет. Я напомню, что не надо путать государство, народ и страну. Потому что страна одна и та же, а государство до последних сто с лишним лет сменилось целых три. И ничего. Так вот, значит, если путинское государство вызывает у всего мира отвращение, вполне заслуженно, то, в общем, разумный человек должен проводить различия между Россией и Путиным. Те же самые путинисты, они яростно кричат, что если ты против Путина, то ты против России. А если бы я был против Ельцина? Вот что, какая власть такую я и люблю, будучи патриотом? А если я против Сталина? Вот они об этом как-то не думают. И то, что сейчас называют русофобией, на самом деле, естественная реакция на чудовищные действия путинского режима и ничего больше. И русский народ здесь привязывать, это, в общем, потакать тем людям, которые недолюбливают русских. В чем тоже не вижу беды, на самом деле. Потому что, если есть такая общность, как русские, наверняка найдутся людям, которые эта общность не понравится. Есть такая общность, как евреи, значит, кому-то не понравятся евреи. Есть такая общность, как болельщики Спартака, их страсть, как не будут любить болельщики ЦСКА. Ну, нормально. Ну, что тут делать? Не нравится? Ну, проходи мимо. Обижаться на эти высказывания, по-моему, это дурной тон. Мало ли кому что не нравится. Мне не нравятся Путин и Лавров. Ну, ладно, что я буду из-за этого в какой-то хамской манере их в чем-то обвинять? Да нет, они просто недостойны, как мне кажется, той территории и того населения, которые взялись представлять и эксплуатировать. Вы упомянули Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России, его, так скажем, эволюцию, как вы сказали, его судьбу. Я бы хотел с вами также обсудить его сегодняшний пост. Вы наверняка его видели, если убрать возможные эпитеты. В сухом остатке он написал, я процитирую, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». Понятно, что угрозы применения ядерного оружия тоже, скорее, уже не удивляют никого. Но примечательно здесь, что впервые Медведев написал о возможном поражении России. О чем это говорит? Медведев, который 28 августа, как сейчас помню, написал у себя в Телеграме сообщение, что в декабре он ожидает цену за газ 5000 евро за 1000 кубов. И там, как своим тонким чувством юбора написал, с теплыми пожеланиями в Европе. Ну вот сейчас где-то там около 600, насколько я знаю, я не очень внимательно слежу за ценами, но заведомо меньше 1000. То есть он ошибся в 5-7, может быть, в 8 раз. То есть прогнозист из господина Медведева, примерно как из собачки Муму, стратегическая подводная лодка. Ну и, соответственно, то, что он сейчас говорит, ну, конечно, он должен хрохориться, он должен подпрыгивать, он должен изображать из себя былинного героя. Но на самом деле он просто проговорился. Они боятся поражения. Фишка, на мой взгляд, заключается в том, что никто на Западе, в дурном сне, не хочет себя представить на территории 17 миллионов квадратных километров, как населенный недружественным населением, для которого надо решать там кучу социальных проблем, и который будет тебя воспринимать как завоевателя. Кстати, справедливо, если ты туда вторгнешься. Та же Америка нахлебалась досыта в Афганистане этого. И, кстати, в Советский Союз тоже. Никто уже давно не завоевывает территории с 1945 года. Простите. И только Владимир Владимирович Путин от большого ума попытался это затеять. На что весь мир смотрит с ужасом и непониманием. Что касается поражения. Украине воевать с Россией совершенно неинтересно. Ей интересно выгнать оккупантов за границу международно признанных территорий Украины образца 1991 года. С какими границами она выходила, вот с такими она должна существовать. Нравятся эти кому-то границы, не нравятся, ну, это твое личное дело. Изменять их с помощью силы, это практика 19 века, в лучшем случае. Ну, или, может быть, гитлеровско-сталинская практика. В современном мире так не принято и бессмысленно на самом деле. Потому что в современном мире геополитика измеряется не площадями, а потоками. Давно это сформулировано. Совершенно не надо для того, чтобы пользоваться нефтью и газом России, Россию завоевывать. Так же, как и Венесуэлу. Достаточно контролировать потоки денег, технологии и так далее. Что Соединенные Штаты с удовольствием и делают. Им не надо побеждать Россию. А Медведев играет на этой российской балалайке образца, опять же, 1945 года. Что вот на нас напали, мы защитились. Если бы на нас напали, мы бы защитились. И это была бы народная война. Если бы на нас напали, очень многие страны Запада нам бы помогали. Проблема в том, что мы, вот в широком смысле слова, мы как страна, как государство, напали на соседа. Но это же очевидно всем, кто не хочет поставить у себя перед глазами шторку. И Медведев в этом смысле, ну да, боже мой, а вот мы сейчас достанем в очередной раз из кармана атомную бомбу. Если вы заставите нас проиграть. Что называть поражением? Никто не собирается Москву завоевывать. Отойдите к своим границам и живите в своем зоопарке, как хотите, товарищи путинцы. Когда-нибудь вы рухнете, и страна станет нормальной, какой и должна быть европейской страной, которая была одно время. Но не удалось удержаться. Это уже другой вопрос. Так вот, значит, Медведев в этом смысле всего-навсего диагноз. Тем не менее, если говорить о российских чиновниках и политиках, о российской элите, если ее можно назвать элитой, многие аналитики говорят о них как о неком таком аморфном, что ли, называют аморфными. Людьми, которые никак не могут повлиять на принятие решений, на Владимира Путина, президента России. Но тем не менее, насколько серьезно многие из них, на ваш взгляд, чувствуют возможное поражение России? Какие здесь могут быть стратегии, на что они надеются? Стратегии по существу три. Ну, чтобы люди нас с вами понимали, термин элита не означает, что это люди какие-то выдающиеся. Элиты, в теории элиты, это те товарищи, которые принимают ключевые для страны решения. В широком смысле слова. Или влияют на их формирование. То есть это мы с вами элиты, телевизионщики. Ну, что-то там... Бизнес-элиты, медийные элиты, силовые элиты, какие там еще бывают. Региональные элиты. Это вовсе не значит, что это какие-то высокопородистые породы скота. Так вот, элиты имеют пред собой практически ограниченные тремя опциями выбор. Первый, спрыгнуть и уйти. Я не хочу к этому иметь отношение. Я не хочу, чтобы потом мои дети стыдились носить мою фамилию. Довольно отчаянный вариант. По нему тихонько пошел Аркадий Дворкович. Тихо, без скандала, поняв, куда идет дело. По нему уже с большим скандалом пошел Анатолий Чубайс. Отошел в сторону. Это первая опция. Мало. Кудрин. Во всяком случае, он отошел от государственного корабля. Он пошел как бы в частный бизнес. Далеко не ушел, правда. Но, во всяком случае, это тоже кресторечиво. Второй вариант. Спрятаться под лавку и прикрыться капустным листком. Молчать. Тоже есть такая опция. И многие бизнесмены, ночью жалуясь в подушку, вообще, куда привели страну к чертовой матери, молчат. Нравится эта стратегия. И не нравится она и есть. И все больше народу к ней прибегает. И третье. Встроятся в ряды, в шеренги. И, повизгивая, стараться бежать впереди паровоза, оглашая на крестности победоносным лаем. Вот вам это Дмитрий Анатольевич Медведев, в частности. Или господин Лавров. Или многие другие. При этом они вступают в конкуренцию за внимание Владимира Путина с такими персонажами, как Пригожин. И обречены в этой конкуренции на поражение. Потому что Пригожин, равно как и Жириновский, равно как и Кадыров, они близки тем самым примерно 15-20%, которые именно вот этой стилистики и ждут. Им кажется, что тот, кто сильнее топырит партию, у кого сопли большим пузырем раздуваются, и кто смелее произносит какие-то оскорбительные реплики, тот и сильнее. Ну, это ложная позиция, но она довольно широко распространенная среди моих уважаемых соотечественников. Кстати, о Евгении Пригожине, основателе частной войной компании Вагнера, на ваш взгляд, у него реально могут быть какие-то политические амбиции? Нет, нет, нет. Амбиции-то есть. Амбиции, безусловно, есть. Или это все-таки способ показать, смотрите, если не Путин, то какой-то жесткий человек. Путин играет в свою игру. Он, в отличие от Пригожина, человек более крупного масштаба. Он чекист. Значит, еще, когда ему было 30 лет, он по профессии должен был взаимодействовать с бандитами, формировать своих осведомителей в их среде. Он там контролировал международную экономическую деятельность в Петербурге. Естественно, с мафией общался. Поэтому они для него классы свои близкие. Но он прекрасно понимает, что для него они расходный материал. Так же, как для самого Пригожина, зэки, расходный материал. Он их гонит для достижения каких-то своих целей. А цель у него простая. Это человек всю жизнь бывший подонком. Отсидел за насилие, по неприятной статье. Ему всю жизнь хотелось подняться, чтобы его считали за своего. И сейчас он, сцепив зубы, за это бьется. Он хочет войти в элиту формально. И Путин это прекрасно понимает. И Путин использует его амбиции как минимум в двух направлениях. Первое, он запускает его как Берлагу. В Черное море запускали бухгалтеры. Шура там, запускайте Берлагу. И вот Берлага по-собачьи поплыл с двумя целями. Во-первых, напугать генералов, которые, с точки зрения Путина, слабовато воюют. Надо понять, что у них есть конкурент. Вот этот ЧВК. Эти же генералы снабжают ЧВК оружием и так далее. Офицеры идут туда работать. Потому что Пригожин больше платит, потому что у него больше денег. Это первая цель внутренняя для генералов. А вторая, послать сигнал Западу. Вот смотрите, товарищи. Значит, если вы не хотите иметь дело со мной, то вполне возможно к власти придут такие персонажи, как господин Кадыров, господин Пригожин. Или там еще кто-нибудь. И вот если у них будет атомная бомба, представьте, как вы с ними будете договариваться. Так что лучше договаривайтесь со мной и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это вторая задача. Но ведь есть еще интересы не только Путина, но и генералов, которые спят и видят, как бы Пригожина порвать на мелкие клочки. И то, что мы сейчас вот наблюдали, это аппаратное поражение Пригожина, несмотря на то, что он совершил историческую победу и аж завоевал Солидар. Что на самом деле, ну просто комедия. Да, это место обильно поле, так и крови, поэтому смеяться особенно не над чем. Но после шести месяцев отступления завоевать маленький городишко, который там по размеру людности, 11 тысяч человек до войны, он уступает, например, городу Сельцо, Брянской области. Или там городу Нижняя Салда, в Свердловской области. О которых мало кто слышал когда-нибудь. Но сейчас вот Солидар у всех на устах, это как бы великая битва. Ну вот Пригожин ее выиграл, взял Солидар. И у него ее украли, объяснили, что на самом деле там не только его заслуги. Генералу нанесли контрудар. И поэтому, отвечая на ваши вопросы о Пригожинских амбициях, амбиции-то есть, а амуниции не хватает. Не станет он политическим лидером. Свои же сожрут. Вот свои же путинские сожрут. Вы сказали, что это в том числе сигнал западным странам. Если я не ошибаюсь, то незадолго во время правления Иосифа Сталина, в том числе в Вашингтоне, рассуждали, что после может прийти Айронмен. То есть еще такой более... После Сталина? Да, если я ничего не путаю. Вот на ваш взгляд, сейчас вот эти все сигналы Западу, в том числе ядерный шантаж, к которому прибегает Россия, насколько они действуют на западных лидеров или всей иллюзии, что называется, с поля? Ну, во-первых, про Айронмена. Я, в общем-то, не уверен, что это Тернен из сталинской эпохи. Мне кажется, само все явление появилось немножко позже, как герой комиксов. Хотя я не уверен. Но я никогда не слышал просто таких аналогий. Знаете, думать, что после Сталина может прийти кто-то еще более жесткий, ну, мне кажется, просто это технически, вряд ли, возможно, потому что Сталин был уже за границей, где-то там меняемых человеческих свойств. Бог с ним. Значит, теперь, что касается реакции Запада. Вы знаете, есть слова и есть события. Событие заключается в том, что 11 месяцев идет война. По сути, 11 месяцев. И на протяжении всех этих 11 месяцев Путин, ну, раз 5-7, напоминал, что Россия ядерная держава. Вежливо так. Как будто на Западе этого не знали. И чем дальше идет война, тем Запад себя увереннее чувствует. Он понимает, что Путин не готов. Вот он может пугать, напрыгивать это, опять же, в его стилистике петербургской, так вот, близкой к стилистике господину Пригожина. Такая гопническая стиль. Но, пожалуй, достать из кармана он побоится. Максимум, что он может сделать, как мне кажется, это нарушить договоренности, по-моему, 1963 года, когда были запрещены наземные испытания. И громыхнуть где-нибудь на новой земле бомбу, чтобы напомнить, что вот-вот она действительно есть. Это тоже будет, опять же, не ему в пользу. А на самом деле, мальчик слишком много кричал про волков. И на фоне того, что очередная ракета попала в очередной жилой дом и убила 45 человек, Западу все труднее, даже тем, кто не хотел бы ссориться с Путиным, все труднее делать вид, что этого нет. Соответственно, мы видим, что поток оружия в Украину расширяется, углубляется. И, по-видимому, этот процесс будет продолжаться завтра или послезавтра, Амштейн, очередная фаза. Завтра. Ну вот. Встреча министра. Канада, которая, в общем, была в сторонке, 200 бронетранспортеров дает. Это уже сопоставимо с теми заявками, которые господин Залужный артикулировал. Там ему надо 600-700 бронетранспортеров, сколько там танков и так далее. То есть, Запад, похоже, перестал бояться Путина. И это заслуга Украины, на самом деле. И это, конечно, следствие чудовищного просчета, чудовищной некомпетентности Путина и его сотрудников, которые только вот и могут, что облаивать этот самый ужасный Запад, который заражен ужасной русофобией. Это тот самый Запад, который этих людей спасал куриными окорочками в свое время, между прочим. Ну да, ножками в буши. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Всегда рады поговорить с вами в эфире «Дождя». Спасибо, что пришли. Спасибо, что остались. Дмитрий Орешкин, профессор свободного университета в Риге, политолог, был в студии «Дождя». Обсуждали последние новости заявления российских чиновников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова